Больше полувека назад люди ступили на Луну. Они ставили там следы, в частности, вот фотография, они ступили в лунный реголит, сделали фотографии, сфотографировали друг друга, собрали камни, сели в космический корабль и улетели. Так повторялось шесть раз. И после этого, после 1972 года, люди ни разу не летали на Луну. Туда запускали космические аппараты, луноходы, но людей больше не отправляли. И сегодня можно часто встретить вопрос, можно ли увидеть те старые следы, которые оставили 50 лет назад на Луне, и убедиться, что все это было правда, что это действительно великое достижение человечеству. Это сложно, потому что не каждый телескоп способен рассмотреть с достаточной точностью те самые следы. Вот так, вблизи, чтобы посмотреть, нам, конечно, придется прийти туда снова на место посадки или отправить луноход. Пока, к сожалению, в места посадок людей луноходы не отправляли, но попытаться можно и кое-какий способ увидеть у нас уже есть. Но мы представим, что мы попытаемся начать с того, что у нас есть. А у нас есть возможность пойти в магазин, купить телескоп, поставить его на балконе или где-нибудь на улице и посмотреть на Луну. Мы увидим красивую Луну широко, раскинулись ее лунные моря темные, светлые кратеры, раскинули свои лучи в разные стороны. Это шикарное зрелище Луна представляет, но следов мы не увидим, потому что Луна достаточно большая, она 3,5 тысячи километров в поперечнике. И нам потребуется что-то помощнее, чем любительский телескоп. Мы можем взять телескоп побольше, пойти в магазин, подкопить денег, закупиться техникой подороже, и мы получим другую Луну гораздо подробнее. Мы увидим горы, мы увидим трещины, мелкие кратеры. И точно так же мы увидим шикарную картину, которую сложно представить, и сложно увидеть своими глазами, и сложно представить по фотографиям. Но мы снова не увидим наши следы. В космосе сейчас летает очень большой телескоп, так называемый телескоп Хаббла. Его диаметр, если диаметр телескопов любительских будет 20 сантиметров, 40 сантиметров, до 1 метра может быть, то телескоп Хаббл имеет диаметр почти 2,5 метра. Более того, если на Земле мы будем наблюдать в мощные телескопы, мы увидим, как нам мешает атмосфера. Если глядеть в хороший телескоп с Земли в космос, на Юпитер, например, или на ту же Луну, нам покажется, что мы смотрим со дна водоема, потому что воздух колебаться будет так сильно, что как будто это слой воды между нами и космосом. Чтобы лучше увидеть космос, лучше избежать этого и вывести телескоп за пределы плотных слоев атмосферы, как космический телескоп Хаббл. Это самый большой телескоп, он летает возле Земли, но находится на расстоянии 500 километров от Земли. Это все равно далеко до Луны, но зато ему не мешает атмосфера. И если мы с него посмотрим, мы увидим Луну чуть-чуть получше. Это одно и то же самое место, куда совершалась посадка экспедиции Аполлон-15. И это лучшее, что мы можем увидеть с Земли. Современные наземные большие телескопы нам покажут примерно такую же картинку. Сейчас строится на Земле два огромных телескопа, один диаметром 30 метров, второй 40 метров. Может быть они покажут нашу Луну вот примерно так, может быть чуть лучше. Но чтобы видеть след размером примерно 30-40 сантиметров, даже их не хватит. Единственный способ на сегодня увидеть подробности побольше, это взять телескоп и поставить его не на балкон, а поставить его на космический корабль или космический аппарат, который долетит до Луны поближе и сфотографирует нам панораму гораздо лучше. Но обычно космические аппараты довольно маленькие, поэтому и телескопы ставят на них довольно маленькие или фотокамеры. И в данном случае снимок японского космического аппарата Кагуя, которая смотрела, но что-то она конечно разглядела. И если мы посмотрим, в этом месте можно рассмотреть следы при лунении пилотируемой экспедиции. Но это очень слабые следы. Если мы попробуем увеличить, то лучше не станет, но здесь уже можно рассмотреть в виде очень маленькой черточки. Вот здесь и точки, лунный модуль и то, что мы увидим отсюда на этом снимке как маленькая черточка, это наиболее вытоптанный людьми участок поверхности. На сегодня лишь один космический аппарат, американский спутник ЛРО, сумел увидеть лучшее, чем вот этот пейзаж. Он снизился в несколько раз ниже, чем Кагуя. У него стоял телескоп мощнее, чем у Кагуи. И он показал вот такую картину. Мы видим в центре лунный модуль, видим следы, которые его окружают, причем мы видим парные следы, которые оставили лунные роверы, то есть машины, на которых передвигались астронавты. И мы увидим тропинки, которые протоптали сами астронавты, но отдельных следов мы рассмотреть по-прежнему не можем. Чтобы увидеть лучше, нужно запускать новые космические аппараты, большие или маленькие, или луноходы. Пока это лишь проекты. Вот из того, что мы можем ожидать в ближайшее время, это снимки индийского космического аппарата Чандраян-2. У него телескоп примерно в два раза больше, чем у американского ЛРО. И он должен снять нам поверхность лучше, чем то, что мы видели на предыдущем снимке. В будущем предполагаются другие проекты. Например, немецкая компания Petiscientist совместно с автогигантом Audi разрабатывает маленький луноход. Задача которого именно полететь в то место, где высаживались астронавты и посмотреть на их следы, посмотреть на то, что осталось и как изменилось место высадки за 50 лет. В России тоже есть проект, который предполагает разработку малого космического аппарата, который уже не будет высаживаться на Луну, но должен летать достаточно низко и иметь достаточно хороший телескоп, чтобы рассмотреть следы именно по отдельности. Пока это проекты. Ну, кроме Чандраяна, тот уже летает, и от него лишь дождаться нужно снимков. Он уже год работает у Луны вполне успешно. Остальные проекты только впереди, только в процессе разработки и реализации, и в любом случае нам придется ждать, если мы хотим увидеть следы лучше, чем у нас есть на сегодня.